Библейский портал экзегет.ру представляет 61 глава книги пророка Исаии. Я читаю свой перевод с небольшими комментариями для библейского портала экзегет. 60 глава была очень радостной, триумфальной. Господь прославит свой народ, Господь будет с этим народом, как солнце и луна будут светить. И 61 продолжает эту тему, но немножко более лично. Здесь говорит пророк, и даже не очень понятно, говорит он о себе или от первого лица какого-то грядущего вестника Божьей славы. Не сам пророк, но вот кто-то, кто придет в тот момент. Дух Владыки Господа на мне избрал меня Господь, нести благую весть беднякам, отправил меня укреплять унывающих, извещать пленникам свободу и узникам снятия оков. Потом эти слова, конечно, будут процитированы в Евангелии как свидетельство того, что Господь Христос действительно исполняет те пророчества, которые здесь были сказаны. Но почему это так важно? Вот было у нас уже и в 59 главе, что именно слово человека становится началом, и слово Господне становится признаком того, что завет между Богом и человеком действительно заключен. И здесь, вот в самом начале этого состояния, когда Господь пребывает со своим народом, кто-то приходит возвестить беднякам благую весть, возвестить пленникам свободу, узникам снятия оков. То есть все начинается со слова, а только потом уже идет действие. «Объявить, что настал срок исполнения благой Господней воли и день мщения нашего Бога, когда утешатся скорбящие», то есть мщение, наказание нечестивых. «И дать плачущим на сегодня, то есть в Иерусалиме, вместо пепла венец, вместо плача умощение радости, вместо уныния одеяние похвалы, чтобы в правде стояли крепко, как дубы, которые Господь насадил к своей славе». Ну вот, все понятно, но обратим только внимание, что действительно все начинается с вести, со слова. «Отстроят они древние руины, развалины прежних лет, восстановят заброшенные города, опустевшие много поколений назад». И восстановление — это тоже постоянная тема вот этого благого будущего. А также собирание человечества вокруг Израиля и то, что с одной стороны другие народы будут служить израильтянам, но самое главное, что они присоединятся к их богопочитанию. «Чужеземцы останутся пасти ваши стада, возделывают виноградники и поля, а вас назовут священниками Господа, скажут, что вы служите нашему Богу». То есть другие народы будут работать, а вы будете священно действовать. Ну, в общем, почетная должность, да. Тогда это понималось именно так. Конечно, мы можем прочитать это немножко по-другому, что вы будете нести весть о Боге этим самым другим народам. «Получите богатство других народов, слава их перейдет к вам. Вдвойне за былой стыд вам воздастся, без чести радостью обернется. Двойным будет их удел в родной стране, и радость их будет вечной». То есть израильтяне получат двойное дело, они будут иметь всего еще больше, чем имели раньше. Ну, материально, все еще очень материально в Ветхом Завете. «Я, Господь, люблю справедливость и ненавижу грабеж нечестивый. Так что им я поистине воздам и заключу с ними вечный завет». Ну, очевидно, об израильтянах идет речь. «Будет известен их род другим народам, знаменито их потомство среди племен, и кто взглянет на них, признает, что Господь благословил их род». «Вновь и вновь Израиль – это еще и народ, который должен другим народам донести весть о Боге. «Радуюсь я беспрестанно, ликует душа моя о Боге. Он облег меня в спасение, как в одежду, праведности укрыл, как плащом, венец возложил, как на жениха, нарядил и украсил, как невесту». Вот кто здесь говорит, этот самый пророк, который возвещает что-то израильтянам, или весь израильский народ, который вот все это видит и который получает такое состояние от Бога. Наверное, и то, и другое. Пророк, в конце концов, или Мессия, как мы говорили, рассуждая о 53 главе, это тот, кто воплощает в себе эту особую роль Израиля. «Как земля производит побеги, и сад взращивает посеянное в нем, так выведет Господь правду и хвалу пред всеми народами». Ну вот, что, собственно, и произойдет, когда это пророчество должно сбыться. Ну, эта тема будет продолжаться в 62 главе, и дальше тоже она снова прозвучит.